Рассматриваем карточки с котиками и думаем, что же мы там видим. Август не только последний месяц лета, но и время, когда родители и дети готовятся к началу учебного года. Чему научить ребенка, как подготовить будущего первоклассника к встрече со школой? На эти и другие вопросы мы узнали ответы у психолога. Ребенка невозможно за месяц перед школой настроить. В принципе, это достаточно длительный процесс. И если ребенок посещает детский сад, то подготовительная группа готовит ребенка к этому процессу. И, скорее всего, проблем вообще никаких не возникнет. К семи годам у детей начинается учебная деятельность, которая является ведущей в этом возрасте. Однако сами дети по-разному представляют себе учебный процесс. То, что там будут учить, будет очень много детей. И что там точно будет математика. То, что там будут друзья. И там не будет тихого сна. И пусть для кого-то после обеденный сон – настоящее испытание. И все же нужно помнить, соблюдение режима дня необходимо для того, чтобы ранний подъем не стал стрессом для первоклассника. Еще один важный залог успеха – это эмоциональный настрой ребенка и взрослых членов семьи. Переживания родителей зачастую отражаются на детях. По мнению психолога, школьная пора – новый и важный этап в жизни каждого. Здесь важно слушать и слышать своего ребенка, не обесценивать его чувства, взять под контроль личное беспокойство и довериться профессионалам. Преподаватели и методисты, и психологи детского сада точно знают, как подготовить вашего ребенка и сминимизировать какие-то проблемы, которые могут наступить у первоклассника. Карина Еряшева, Олег Мещерский, телекомпания ОТВ.